Симфонический оркестр Государственной Академической Филармонии представил концерт с участием музыкантов Южной Кореи. Наряду с классическими произведениями прозвучали казахские и корейские народные композиции за дирижерским пультом Юн Ки Йон. Выбирая программу, я сделал акцент на самых популярных мелодиях, как в Корее, к примеру, Ари Ранг Медлии, Пак Джун Кю, так и в Казахстане. Это произведение Чайковского, Ахмета и Газизы Жубановой. Так как я не впервые в Казахстане, с этой музыкой я знаком. Например, Курман Газы, его музыка очень быстрая и динамичная. Я наслаждаюсь ей с большим удовольствием. Украшением концерта стала народная корейская музыка, которую на инструменте Каягым исполнила солистка Бюн Йесон. Также перед зрителями выступила победительница многих международных конкурсов скрипачка Зуярин. После десятилетнего перерыва в Петропавловске прошел концерт «Парад трубачей». Идея организовать уникальный вечер пришла руководителю оркестра эстрадной и джазовой музыки Геннадию Брюханову еще полгода назад. Но ее долго не получалось воплотить в жизнь. В мероприятии приняли участие как трубачи оркестра, так и музыканты из Магнитогорска, Астаны и Кокшитау. Просто полный зал. Волнение было. Вроде бы казалось бы, ну что тут волноваться-то уже, сколько проиграли. Но каждый из наших музыкантов подходил и говорит, Илья Иванович, вы не волнуетесь? Я говорю, ну я тоже живой как бы. Я волнуюсь и всегда волновался. И волнуюсь. Если не бывает такое неволнение, не волнуюсь, значит уже надо бросать. В параде каждый из трубачей солировал вместе с оркестром. Музыканты демонстрировали волшебство и необычайную магию игры на трубе. Так прозвучали произведения Джонни Мэндала, Билла Конти, Берта Кэмферта, Лерой Андерсона и многих других композиторов. Подбиралась программа так, чтобы зрителю было интересно, слушателю было интересно. Что-то отбрасывалось, что-то наоборот давалось чему-то приоритет. Концерт, как и ребенок, он всегда рождается в муках. Если он рождается в муках, значит он хороший будет. Не так просто сляпать раз, два, три, вышел и сыграл. Нет, так не бывает. Праздник японской весны прошел в Астане. Фестиваль стал традиционным, он проходит каждые полгода на протяжении девяти лет. Лучшие музыканты страны восходящего солнца приезжают в Казахстан, чтобы представить свою культуру. На этот раз в Казахстан приехали виртуозы игры на щепковом инструменте Коту Йонекава Тасико со своей ученицей Тасисата Камыкава, которая играет на струнном самисцени. Музыканты исполнили произведение, написанное в период Эдо. К слову, именно этот период считается золотым веком становления культуры страны восходящего солнца. Йонекаву Тасико в Японии знает практически каждый. Ей приходится часто рассказывать за рубежом о своей родине посредством музыки. В прошлом году Йонекава Тасико была признана послом японской культуры в мире. Этот инструмент называется Кота. Он был завезен в Японию в 7 веке из Китая. Первое время его использовали в классических спектаклях в жанре Гагаку, которые исполнялись при дворе императора. Программа представляет собой исторический экскурс. Мы исполнили самые первые произведения, которые были написаны именно для Кота. У вас в Казахстане есть инструмент Житэген. Наши инструменты похожи. Я думаю, это связано с маршрутом, по которому он когда-то пришел в Японию. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 2 марта в концертном зале «Астана» выступит не просто оркестра. 2 и 3 марта в Театре «Артишок» пройдет песни. 3 марта в октау трупа Московского современного художественного театра представит детективную комедию «Мальчишник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова